На базе Звенигородского дома детского творчества ребята постигают азы робототехники и в их копилке уже немало наград. Юные конструкторы давно мечтали о новом просторном классе с хорошим техническим оснащением. Пожелания детей педагога были услышаны. Лариса Лазутина откликнулась первой. Поражаешься этим мальчишкам, девчонкам, что они творят. И самое главное, что это все осмысленно. Это, конечно, что-то новое, оно идет вперед. Нам уже это сложно понять. Но самое главное, они начали работать на компьютере, делают программу и уже по ней воплощают это во всех удивительных мини-роботах. Роботы на полу, на столе, роботы повсюду. 14 наборов для конструирования и создания новых машин. Дети незамедлительно приступили к освоению деталей. Наши юные инженеры работали на минимальном количестве наборов на протяжении двух лет. И вот сейчас, благодаря нашему руководству, благодаря городскому и областному руководству, у нас появилось огромное количество наборов Lego Education. То есть с ними мы будем очень много побед одерживать. Нам не хватало этих наборов, нам не хватало компьютеров, нам не хватало рабочих столов. Оснащение учреждения образования проводится в рамках партийного проекта «Новая школа». Единороссы уделяют внимание тем направлениям, которые больше всего востребованы у детей. Федеральный проект «Новая школа». Я думаю, что наши дети станут еще успешнее, еще, скажем так, богаче, культурнее, технически, готовы к новым вызовам жизни. У воспитанников Дома детского творчества и их педагогов большие планы на этот учебный год. Теперь они смогут попробовать себя в новых технических дисциплинах и реализовать свои проекты, о которых раньше только мечтали. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».